Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы читаем пятую главу третьей Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. В прошлой главе автор третьей Маковейской книги подвел нас к чрезвычайно драматическому моменту. Царь эллинистического Египта Птоломей, Филопатор задумал тотальное уничтожение всего иудейского населения. Геноцид. Всех евреев согнать, собрать в одно место, и уничтожить. И вот, в общем-то, это повеление исполнено без различия пола, возраста, младенцев, юношей, старцев, дев, женихов, невест, молодоженов. Всех на кораблях в очень жестоких условиях, их в оковах собрали в одном месте, на ипподроме, не очень далеко от Александрии, с тем, чтобы всех предать казни. И даже тех иудеев, кто когда-то отрекся от своего иудейства, кто стал язычником, полноценным жителем Александрии, и тех тоже привезти туда же. И вот, пятая глава. Тогда царь, преисполненный лютой злости и бешенства, вызвал к себе Германа, поставленного смотреть за слонами. Он приказал, чтобы на следующий день всем слонам, коих было пять сотен, дали полные пригорошни ладана и вдоволь неразбавленного вина. А когда, получив этого питья в досталь, слоны станут дикими, вывезти их для роковой встречи с иудеями. Вот такая казнь задуманная. Слоны — это самая страшная ударная сила вот этих эллинистических армий того времени. Слонов пригоняли из Индии. Иногда использовали африканских слонов, хотя они не такие страшные. Слон довольно миролюбивое животное, но если его напоить вином, обкурить ладаном, какими-то специальными веществами пользовались, то слон впадает в дикую ярость и сметает все на своем пути. Он огромный, как мы понимаем. И вот натравить 500 слонов, 500 слонов — это колоссальная совершенно цифра. Неизвестно, вообще было ли столько слонов в этой армии. Может быть, здесь есть некоторое преувеличение, потому что из разных других источников мы знаем, что 500 — это как будто идеальная такая слоновья армия, практически недостижимое количество этих страшных в таком состоянии диком животных. Но может быть, и действительно было 500 слонов. Обычно, когда говорится даже об очень больших сражениях, все-таки речь идет о десятках слонов. 80, 100, 120, а здесь 500. И вот слонов приказано напоить, обкурить, привести в бешенство и натравить на этих илодеев. Не придумали еще тогда, к счастью, удушающего газа, как это было в XX веке, но убить всех одним разом — вот такая же точно задумка. Публично, на ипподроме, при участии многих зрителей. Распредившись таким образом, царь отправился на пир, пригласив из своих друзей и из войска тех, кто отличался враждебностью к лудеям. Это не первый пир царя. Царь пирует каждую ночь. Пьянство, разврат, оргия, пир за пиром, в честь многих языческих богов уже неоднократно говорится о том, что именно так царь проводит свое время. Герман, слононачальник, принялся усердно исполнять его приказ. Это очень большая армейская должность, человек, который руководит всеми слонами в армии. Слононачальник. Вот он действительно поет слонов, окуривает их, подмешивает в вино. Ладно, какие-то особые вещества, которые привозят в бешенство слонов. И вот люди, которым это поручили, вышли, когда с тем не расстались, связывают несчастным руки, принимая всякие меры предосторожности, на ночь в расчете разом уничтожить все это племя. Пока поют слонов, пока пируют и пьянствуют царь, иудеи находятся на ипподроме. А вдруг они сопротивляться еще начнут, руки всем связать, чтобы, когда они будут все вместе со связанными руками, натравить на них слонов. Скованные со всех сторон неодолимыми узами, все иудеи казались язычникам, лишенными всякой защиты. Они непрерывно кричали и плакали с молитвой, призывая Вседержителя Господа, властелина всякой власти, милостивого Бога и Отца Своего, отвратить направленный против них нечестивый замысел и величественным явлением своим спасти от бездны, готовый развернуться прямо у них под ногами. Их истовая молитва непрерывно восходила к небу. Что могут они еще сделать? Они связанные, скованные, обреченные на смерть, они могут молиться, они обращаются к Богу, обращаются к небу, чтобы Господь, властелин всякой власти, много властителей на земле. Вот и Филопатр, Птоломей, царь Египта, один из этих властителей. Но над ними есть властелин всякой власти, Бог, сотворивший небо и землю. И вот они взывают к Богу, к молитве. А в это время что происходит? Герман, допьяно напоив свирепых слонов вином, в избытке им поднесенным и одурманив их ладаном, рано поутру явился во дворец, чтобы доложить обо всем этом царю. Все готово, нужен только царский указ. Слоны привезены в то самое состояние бешенства, стоит только их выпустить, иудеи будут уничтожены. Но Бог отправил царю издревле сотворенное благо, неспосылаемое ночью и днем тем, кому он соблаговолит его пожелать, то ли кусна. Силую владыки, сладкий и глубокий сон охватил царя, так что не воплотил он замысла беззаконного и не исполнил решения непреклонного. Царь всю ночь пьянствовал, и это уже не первая ночь, когда он пьянствует, и он просто заснул. Вот таким образом Господь ответил на молитву иудеев. Казалось бы, забавная мелочь, но она спасла на этот день жизнь этим людям, огромному количеству людей, ожидающих смерти на ипподроме, молящихся Богу. Перепившийся царь заснул. Без указа царя, конечно, никто не начнет такое действие. Может быть, сам хотел бы на это посмотреть. Как можно без его команды начать? Он спит, пьяный, и он не отдает этот приказ. Иудеи же, избежав назначенного часа, восхваляли своего Бога и снова умоляли Его, кто не держит зла, явить заносчивым язычникам силу великомучной десницы своей. Временно казнь отложена, но дальше же будут как-то развиваться события, иудеи продолжают молиться. Уже около половины десятого часа слуга, отвечавший за приглашение, видя, что все приглашенные собрались, вошел к царю, растолкал его. Он едва его добудился, напомнил, что время пира уже проходит, и доложил обо всем. Уразумев сказанное, возвратившись на пир, царь приказал тем, кто пришел на пиршество, расположиться прямо напротив себя. Когда это было сделано, он призвал всех предаться веселью и оставшееся время пира провести в радости. Царь спит весь день, наступает вечер, новый пир, новая пирушка, новое пьянство. Вообще-то этот пир был посвящен победе над уничтоженными иудеями. Ну, царь уже и не помнит об этом, он только проснулся, проспался, можно сказать. Новый пир, новое пьянство. Празднество длилось уже довольно долго, когда царь вызвал Германа, стал с грозным видом допытываться у него, по какой такой причине иудеям позволили пережить нынешний день. Тот доложил, что еще ночью исполнил все, что ему было приказано, и друзья царя это подтвердили. И тогда царь, одержимый жестокостью пуща Фаларидовой, сказал, мол, пусть сегодня его сон даровал милость иудеям, но на завтра не мешкая приготовь точно так же слонов, чтобы уничтожить преступных иудеев. Пир идет, и вдруг царь вспомнил, иудеев-то уничтожили или нет? Почему не уничтожили? Разве я не приказывал подготовить слонов? Ему рассказали, что и все сделали, и слонов подготовили, и напоили, и обкурили, но поскольку он спал, то он не отдал этот приказ. Ну что ж, тогда на завтра то же самое, говорит царь. Когда царь произнес это, все присутствующие в один голос весело и радостно поддержали его, разошлись по добам. Но ночное время они потратили не столько на сон, сколько на изобретение всевозможных издеварств над жалками, как им казалось иудеями. Пир закончился, все разошлись, осталась какая-то часть ночи, и вот все думают, ну уж завтра-то вот мы вот, да, уничтожим этот народ. Как только рано поутру пропел петух, Герман начал выводить зверей в боевом снаряжении на большую площадку, обнесенную колоннадой. В городе собирались столпы народу, чтобы полюбоваться на душераздирающее зрелище. Рассвета ждали с нетерпением, а иудеи, готовые вот-вот испустить дух, во многослезном молении простирали руки к небу, со скорыми причитаниями просили величайшего Бога и на сей раз поскорее прийти им на помощь. Второй день повторяется точно такая же ситуация. Иудеи ждут смерти, молятся, слоны подготовлены к этому страшному действию, напоены, окуренны. Еще лучи солнца не рассеялись вокруг, и царь еще не принимал своих друзей, когда к нему явился Герман, стал приглашать выйти наружу, доложив, что все, чего желал царь, готово. Но тот, выслушав, изумился неуместному предложению выйти и в полнейшем невидении стал расспрашивать, что это за дело, которое в такой спешке для него исполнили. А это была та самая сила владычествующего над всем Бога, вложившего в разум царя забвение всего прежде им задуманного. Первый раз царь проспал, спьянул, теперь он спьяно вообще не соображает, что происходит. И это сила Бога. Вот так это видит автор третьей Маковейской книги. Жестокий замысел царя разбивается, а то помрачение, которое Господь навел на него через его пьянство, нет никакого явного чуда, нет никакого видимого и явного вмешательства Божия. Но каждый раз, вот уже второй раз, не получается достигнуть исполнения этого жестокого замысла. Герман, все друзья стали разъяснять, он ничего не понимает, он совершенно спьяно, перепившийся уже не первый день, может быть, уже не первую неделю пьет, что это для меня приготовили, что это за в такой спешке сделали. И вот Герман и все друзья стали разъяснять, царь, звери и войска приготовлены согласно твоему настоятельному повелению. Но от таких речей царь преисполнился лютой ярости, потому, что благодаря промыслу Божию весь его замысел полностью развеялся. Уставясь на Германа, он грозно сказал. Практически комическая ситуация, с одной стороны трагедия, иудеи ждут смерти, с другой стороны вот этот пьяный, бессильный, забывшийся царь. Почему это войска готовы, в полной готовности, еще и зверя, царь приходит, состояние ярости, гнева, видимо, очень свойственное этому пьющему и недальновидному человеку. И вот он обращается к Герману и говорит, «Да будь здесь твои старые родители или малые дети, я скорее из них приготовил бы щедрое угощение для диких зверей, а не из иудеев, ни в чем не повинных предо мною, и предкам моим сполна высказавшим в социологию непоколебимую верность. Если б не моя к тебе с детства привязанность, не твои заслуги, то вместо них жизни лишили бы тебя. Полностью забыл царь о всем том, что он готов был в течение нескольких недель. Иудеи — это часть моей империи, это люди, мое население, люди, на которых я полагаюсь, они воевали за моих предков, за меня, что-то задумали их уничтожать. Безумный царь вот таким образом воспринимает то, что происходит». Так Герман столкнулся с неожиданной и страшной угрозой, паник взором и лицом, а друзья царя угрюмы пошли прочь поодиночке и распустили всех собравшихся в освоясе. Толпы народу собрались, чтобы посмотреть на эту казнь, но вот и второй день, теперь уже благодаря пьяному безумию царя ничего не происходит, никакой казни. Узнав о таких словах царя, иудеи воздали хвалу Богу и царю царей за помощь и на серос от него полученную. Вот эти обстоятельства, пьянство, безумие царя иудеи воспринимают как ответ Бога на свою молитву. Сердце царя в руке Божией. Господь вот таким образом промыслом управляет все события. Царь опять сделал такой же пир, приглашал предаться веселью, вечером новая пьянка. Призвав же Германа, сказал Грозно, сколько раз тебе приказывать одно и то же, болван. Слонов немедленно снаряжает, чтобы завтра уничтожить иудеев. Вот он, видимо, пришел немножко в себя, вспомнил про свою затею и уже третий раз велит снова приготовить этих слонов. Тогда родичи, бывшие подле него, девясь непостоянства его мыслей, да, уже действительно непостоянства, обратились к нему. Да каких же пор, царь, ты будешь нас испытывать, словно неразумных тварей? Уже в третий раз ты приказываешь их уничтожить, но едва доходит до дела снова на попятный, отменяешь свои распоряжения. Из-за этого и город, охваченный ожиданием, бурлит, наводняется с бродом, дошло до того, что по нему могут пойти грабежи. много народу в городе собралось, все ждут этого страшного кровавого представления казни иудеев, ничего не происходит, и они уже, вот эта сила, она должна куда-то, вот какое-то разрешение найти, вот некоторые уже могут и друг друга начать там обижать или грабить местное население. После этого царь, вылитый Фаларид, это такой тиран был, известный своей жестокостью, окончательно потерял рассудок и не обращая никакого внимания на то, как душа его металась то туда, то сюда из-за наказания иудеев, твердо поклялся тщетную клятву немедленно отправить в преисподнюю иудеев искалеченных и растоптанных под ногами зверей, а затем двинуть войска на иудею, быстро сравнять ее с землей огнем и копьем, а их святилище, нам где недоступно, спалить дотла и вскоре навсегда очистить его от тех, кто приходит туда приносить жертву. Тогда друзья и родичи возликовали, разошлись для надежности, расставив по самым важным местам города сторожевые посты. Снова царь возвращается к своей идее, третий раз он велит уничтожить иудеев с помощью этих ханов, говорит, затем и войной пойдем на тех иудеев, которые живут в Израиле, собственно, в Иерусалиме, в Иудее, и там уничтожим всех, кто там проживает, святилище сравняем с землей, но пока что своих александрийских иудеев, египетских иудеев мы уничтожим, с этого начнем. Он твердо поклялся тщетную клятву. Здесь тоже почти комическая такая нота, это оксюмерон, нечто невозможное, тщетное, глупое, бессмысленное клятва, и он ей твердо поклялся. Сильно ударил игрушечным мягким мечом, примерно так. И вот все готовится к этому третьему нападению, к третьей попытке уничтожить иудеев с помощью слонов. Слононачальник, доведя зверей до состояния едва ли не помешательства при помощи самого дурмянищего напитка, издобренного ладаном вина, обредив взбрую, внушающую ужас. На рассвете, когда город уже был наводнен несметными толпами, шедшими к апподрому, явился во дворец и позвал царя на предстоящее зрелище. Третье утро, третий день подряд плывут этих слонов, и вот на этот раз царь откликается, дрожа от лютой злобы, которая переполняла его нечестивую душу. Он ринулся разъяренный вместе со зверями в ожесточении сердца стремясь собственными глазами созерцать мучительную горькую погибель вышеозначенных иудеев. Когда иудеи увидели облако пыли, поднятые у ворот выходящими слонами, сопровождавшие их вооруженные ратию вместе с шедшими толпами народу, услышали глухо раздававшийся шум, они подумали, что настал последний миг их жизни и конец смучительного ожидания. Дав волю сетованием и причитанием, они целовали друг друга, обнимались с родными, бросались друг другу на шею, родители детям, матери дочерям, а иные держали у груди новорожденных младенцев, сосавших свое последнее молоко. Но и это еще не все. Памятуя заступничестве, которое случалось прежде, приходило с неба, они все разом отняв младенцев от груди пали ниц и громогласно возопили к властелину всякой власти, щадить их и явиться им, ибо они стоят уже у врат преисподней. Ну вот, третий день, третий раз ведут на них слонов, на этот раз и царь подтвердил свой указ и сам вышел посмотреть на то, как это будет происходить. Иудеи молятся, целуют друг друга в последний раз, кажется, смерть неминуема, а вот как будут развиваться события, мы узнаем из следующих глав. Сегодня мы читали пятую главу третьей Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет. 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 Экзегет.